Здрасте, дамы и господа, и это снова Project Hospital, и как вы уже, наверное, успели заметить по названию видео, это финальная серия, и, наверное, есть такой логически выстроенный вопрос, какого хрена происходит, ведь, в принципе, мы еще не все построили. Да, я с вами согласен, но попробую сегодня рассказать, что произошло, и, наверное, даже показать. У меня есть такое подозрение, что все-таки разработчики данной игры доделывали ее путем метода копировать-вставить, и, на мой взгляд, это некачественный подход, это не совсем верный подход, и мне он, если честно, не очень понравился, но судить каждому своей головой, я думаю, что каждый свои выводы сделает, возможно, все-таки кто-то со мной будет не согласен, обязательно комментарии свои пишите, я почитаю, может быть, вы считаете как-то по-другому, ну и придем к какому-то общему знаменателю. Ну, а тем временем у нас, в принципе, больница функционирует, да, мы не вылечиваем сейчас тех самых пациентов, которых к нам приводят, и основной сейчас задачей является открытие нового отделения, но, к сожалению, есть одна проблема, у нас отсутствует баблишка на это дело, и, в принципе, оно приходит не очень прям в большом количестве, сейчас я вам покажу, в каком. За вчерашний день мы остались в минусе, но это исходя из того, что в последней серии мы с вами много чего строили, добавляли и так далее, поэтому, в общем, как-то не срослось у нас тут, но ничего страшного, этот вопрос мы сейчас решим. Клиника начала свою работу, и первые пациенты приходят, все, как всегда, по классике, здесь немножечко крови у нас для, так скажем, наверное, какой-то атмосферы, вроде выглядит неплохо, замечательно. Что мы сделаем? Слушайте, я, на самом деле, сделаю все просто, я сейчас наберу денег в кредит, давайте я немножко скорость уменьшу, я возьму, ну, я не знаю, возьму 1100, прям вот так вот, сейчас мы уйдем в жесткий минус, это именно для того, чтобы вам показать, что я хотел, собственно, рассказать в самом начале, мы будем строить с вами отделение внутренних болезней. С чего мы начнем? Начнем мы для начала с того, что выберем место, я думаю, что мы не будем сильно запариваться, я сейчас просто возьму сеты, потому что строительство самостоятельное мы уже видели, я думаю, что это никому не будет интересно, мы, соответственно, выбираем готовые вариации, единственное, что стоит понять, где у нас будет коридор, для этого можно просто расчертить тот самый, точнее, не коридор, а комнату ожидания, где-то вот здесь, не знаю, разрешит ли нам игра, нет, она не разрешает, это все потому, что надо удалить предыдущую комнату, это можно сделать простым способом, зайдя в то самое отделение, в данном случае неотложной помощи, я не знаю, какого хрена она удалилась прямо вот так, давайте, наверное, это дело исправим, а то у нас ни хрена не будет работать, все, замечательно, здесь теперь комната ожидания снова появилась, мы переходим в отделение внутренних болезней, и здесь добавляем ту самую нашу замечательную комнату ожидания. Нам в любом случае придется немножко разукрасить мебелью, назовем это так, соответственно, парочку стульев, с ума сходить тоже не будем, какое-нибудь информационное табло и какой-нибудь пультик для того, чтобы получать талончики, ну и дальше тем самым с этом мы переходим, я сделаю кабинеты врача, пока что я сделаю парочку, зачем я нажимаю сюда, я не знаю, мы возьмем с вами что-нибудь, что-нибудь подешевле, знаете, вот 6 на 6 стоит 5000, это стоит 6, ну давайте за 5 возьмем, смотрите, кабинет, в целом побольше, да, здесь новое оборудование добавлено, но, слушайте, но это одно-два, то есть здесь уже принтер обязательно, как я понимаю, в общем, в целом не суть, я, может быть, даже два бы запилил, ничего страшного, пускай будет, нам в любом случае эти кабинеты нужны, сейчас я здесь быстренько добавлю, тогда какой-никакой фундамент, и мы попробуем взять новую задачу от страховой компании, потому что нам так или иначе это делать придется, потому что мы сможем получать хоть какое-то баблишко, здесь начертим, соответственно, стену, здесь лишнее, как всегда, удалим, я не понял, какого хрена, я сказал удалим, ну и начертим, наверное, пол, все-таки, чтобы это выглядело более-менее нормально, уж совсем не будем халявить, доделывать будем, как начинали, как завещали нам прадеды, замечательно, отлично, ну и, соответственно, здесь понадобится та самая лаборатория, давайте сейчас в нее тоже заглянем, сколько она будет стоить, я думаю, что ни хрена не мало, давайте ее найдем для начала, лаборатория, 8 на 6, 22 гребаных тысячи долларов, надеюсь, что она сюда поместится, она действительно сюда должна поместиться, не знаю, почему вот сюда она не ставится, мне не очень понятно, вот она сюда, видите, ставится, блин, какого хрена происходит, черт тебя возьми, ну, давайте, ладно, ничего страшного, мы ее поставим вот здесь, я просто, на самом деле, фундамент сейчас немножечко расширю, чтобы это все дело у нас доходило быстренько, и мы подключим уже новое отделение, оно приступит к работе, здесь все готово, остаются только врачи, возьмем кого-нибудь, кто разбирается в этой категории болезней, соответственно, это вот эта дама, например, нам говорят, что у нас открыто новое отделение, мы можем подписать контракт, ну и вот этот мужчина, ну и, конечно же, лаборантов, я не думаю, что здесь имеет значение, главное, чтобы биохимия была, соответственно, вот эту даму и мужчину, замечательно, все, отделение приступило к работе, мы с вами переходим в страхование и берем ту самую задачу по вот этому вот отделению, которое у нас сейчас подстроено, и нам говорят, что нужно вылезти одного пациента, собственно, в новом нашем помещении, я думаю, что это изичная задача, давайте немножечко сейчас время покрутим, у нас теперь стало 50 человек, первый пациент сюда придет, мы, конечно же, его успешно вылечим, ну и, соответственно, как вы понимаете, награда будет у нас, это госпитализация в отделении, мы тоже самое уже видели в хирургии. О чудо, задача выполнена, и теперь мы можем оформлять госпитализацию, плюс мы еще что-то выполнили, это, соответственно, задача с лаборатории, получаем 20 тысяч, это охренительно, что далее? Далее мы заходим, собственно, вот сюда, и смотрите, какая штукенция, здесь будет, черт возьми, одно и то же, здесь добавляются некие кабинеты, какие-то кабинеты исчезают, но ничего не меняется, это обычная палата, это пин, это операционная, это кабинет общей диагностики, ординаторская и пост медсестер. К сожалению, все отделения, которые присутствуют в этой игре, так или иначе строятся по одному принципу, то есть, на самом деле, вы ничего не будете делать нового, кроме как строить одинаковые кабинеты с немножко разным оборудованием, и, соответственно, увеличивать их количество, исходя из того, что вам постоянно будут приходить новые пациенты. То есть, вот сейчас, например, если мы с вами будем дальше продолжать играть, то в этом отделении понадобится госпитализация, которой у нас на данный момент нет, но, опять же, этот вопрос мы можем очень легко решить, да, мы просто с вами заходим вот сюда и замечательным образом делаем с вами просто готовые сеты, давайте посмотрим, например, уборная нам не нужна, комната отдыха тоже не обязательно, но вот, к примеру, мы поставим с вами где-нибудь здесь ординаторскую, я сейчас не буду биться за красотой, это не имеет никакого вообще значения, Соответственно, это будет у нас ординаторская пост медсестер далее по списку, давайте посмотрим, да, вроде сюда влезает, ну и, соответственно, нам понадобится обычная палата, вот есть обычная палата сразу с большим количеством коек, пускай она будет тоже здесь, мы сейчас здесь немножко расчертим фундамент, все у нас тоже получится, ну и тот самый наш любимый пин, ну, наверное, с одним местом нас не очень интересует, давайте возьмем 12 на 6, надеюсь, что денег у нас хватит, ну, мы набрали кредитов, поэтому денег у нас действительно хватает, это замечательно, Сейчас мне придется единственное, что фундамент здесь нарисовать, я сделаю небольшой коридорчик, наверное, прям вот так вот до конца я его доведу, мы с вами сделаем так, чтобы люди могли сюда попасть, черт возьми, ну и, соответственно, я вам покажу, что будет дальше Я совсем забыл, еще понадобится кабинет общей диагностики, давайте глянем, есть ли он тут в готовых уже комбинациях, кабинет кардиографии, кабинет диагностики, наверное, еще операционная понадобится, я даже не знаю, куда сейчас ее присобачивать, места, если честно, не очень много осталось, но мы можем, почему бы и нет, вот сюда это дело запилить, да? Ну и, соответственно, операционный блок, 25 тысяч, это проблема решаема, я возьму просто еще парочку кредитов, нас сейчас это не очень беспокоит, давайте посмотрим, где у нас он тут, операционный блок, замечательно, отлично, что, не скажи мне, что ты еще сюда не вылезаешь, черт тебя возьми Нет, он сюда должен поместиться, да, он сюда действительно помещается, единственное, что кабинет кардиологии, да, прям вот так можно строить, да вы серьезно? Да не может быть такого, слушайте, а действительно можно, да, посмотрите, прямо на шоссе построить, почему бы нет? Давайте, наверное, так и поступим, здесь, соответственно, я уже все сделал, единственное, что стена получилась очень убогая, к сожалению, ну тут ничего не поделаешь, здесь вот игра не дает стену строить, я не знаю почему, при этом, что прямо на шоссе мы можем поставить с вами все, то есть здесь нормально Вот, соответственно, здесь до какого-то хрена творишь-то. Здесь нам нужно как бы фундамент как-то запилить, да? Не дает он здесь, сволочь, нам фундамент пилить, но ничего страшного. Я просто немного повернул этот кабинет, и теперь он в эту сторону у нас смотрит, все нормально. Теперь сюда можно попасть. Ну, дальше все по классике. Значит, нам нужно огромное количество медсестер, нам нужны лаборанты и бла-бла-бла. Давайте тогда кого-нибудь наймем. А, здесь нужна кардиология. Ну, тогда это мужчина будешь ты. Соответственно, тут та же самая история. Мы просто нанимаем тех или иных медсестер. Да, у нас, соответственно, есть операционная медсестра. Мы ее тоже возьмем. Сейчас, в принципе, пофигу, мы нанимаем по максимуму. Далее у нас пойдут по плану врачи. Желательно, конечно, анестезиологи, да? Но это будут уже хирурги. Сейчас мы посмотрим на это дело. Где у нас могут быть хирурги, черт возьми? Да хрен ты с ними, с хирургами. Давайте сделаем уж как-нибудь, значит. Врачи, поехали. Раз, два. Внутренние болезни. Еще одного добавляем. Ну, теперь только вопрос остался с теми самыми хирургами. Есть у нас хирург, замечательный анестезиолог, кстати, тоже подъехал. Все, переходим в ночную смену и запиливаем, соответственно, хотя бы одного врача. Пускай будет вот этот и одну медсестру. Пускай будет дама какая-нибудь, например, вот эта, черт возьми. Смотрите, все готово. У нас готово приступить наше отделение к работе. Да, здесь дебильные коридоры. Я полностью с вами согласен, спорить не буду. Так вот, в чем, собственно, загвоздка, я вам расскажу. Мы сейчас вылечим и 5, и 10 пациентов за день, это все прикольно, но для того, чтобы построить то же самое, так, отстаньте от нас, то же самое отделение, вот это вот замечательное, как оно называется, ортопедии, мы будем делать то же самое. Мы построим с вами кабинет врача, комнату ожидания, после чего нам скажут вылечить одного пациента. После чего нам скажут, ребята, постройте-ка стационар, сделайте его из тех же самых комнат, то есть ничего не будет меняться, и раз за разом мы будем повторять одно и то же. Ну, а как вы помните, как сказал один персонаж из классической игры, сейчас я расскажу вам, что такое безумие. Я думаю, вы понимаете, о чем я, поэтому проходить данную игру дальше я не вижу смысла, мы будем повторять одно и то же. В принципе, все основные механики мы уже посмотрели, и как эта игра работает, я думаю, всем ясно. В целом, спасибо, что смотрели, надеюсь, мне удалось обосновать свое мнение, если не согласны, конечно же, однозначно пишите под видео, ставьте лайки, до новых встреч и пока-пока!